приветствую всех на канале есть поесть и сегодня предлагаю чудесный вариант полезного завтрака это своеобразная замена каши пирог или запеканка от такого аппетитного кусочка с чаем кофе или просто с молоком вряд ли кто откажется отмечу что хлопья лучше брать не требующие варки либо те которые нужно варить не больше пяти минут список ингредиентов вы найдете под описанием к видео итак к овсяным хлопьям я добавляю немного смеси хлопьев из разных злаков обжарю на сухой сковороде до золотистого цвета при этом появляется приятный ореховый запах конечно можно не обжаривать перекладываю в миску заливаю теплым молоком размешиваю и даю постоять минут 15-20 добавляю сахар я беру совсем немного а вы кладите по вкусу сюда же соль ванильный сахар и корицу хорошенько взбалтываю до растворения сахара и выливаю эту смесь в настоявшиеся хлопья добавляю разрыхлитель и хорошенько размешиваю форму я беру 20 на 20 сантиметров смазываю маслом и выкладываю массу разравниваю сверху выкладываю яблоки порезанные кусочками прямо с кожицей и клюкву в замороженном виде далее совсем немного сливочного масла порезанного тонкими лепестками и посыпаю сахаром буквально две чайные ложки по желанию можно еще посыпать корицей отправляю запеканку в разогретую до 180 градусов духовку минут на 40 45 а вы ориентируйтесь по своей духовке это запеканка или пирог хороша как в горячем так и в остывшем виде лично мне нравится первый вариант если вы готовите с вечера утром можно порезать кусочками и разогреть в микроволновке посыпаю сахарной пудрой и подаю у меня пирог получается умеренно сладким сочным и очень ароматным он такой интересный слегка пружинистый чувствуется структура хлопьев но разумеется они мягкие сюда можно также положить дробленные орехи абсолютно любые фрукты или ягоды в свежем или замороженном виде а также сухофрукты порезанные кусочками или изюм друзья если вам понравился этот рецепт не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий смотрите на моем канале также и другие рецепты завтраков например замороженные завтраки впрок и не только а я желаю всем приятного аппетита удачных экспериментов на кухне увидимся в следующих видео